Лукашенко встретил войну с телефоном в руке. Мол, в пять утра разговаривал с Путиным. Уже в девять давал советы военным. Никакой чрезвычайщины. Ничего абсолютно не произошло. Говорит, ничего не случилось, но при этом подсчитывает военный контингент на белорусско-украинских границах. На востоке страны, это Гомельский район, по всему периметру стоят пять батальонно-тактических групп и сил спецопераций. Со слов Лукашенко готовятся к провокациям со стороны Украины. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Белоруссии и России они будут. Такая риторика Лукашенко обусловлена тем, что он больше не контролирует ситуацию, считает политолог Валерий Карбалевич. Не то, что Лукашенко не спрашивают разрешения на использование белорусской территории, а даже не информируют. Как он сказал, что ну вот я узнал из СМИ, что возможно российские военные используют белорусскую территорию. То есть глава страны даже не контролирует ситуацию. Официально от пограничной службы Украины Россия напала, в том числе, с территории Белоруссии. Прорвала границу. Мы прекрасно видим по тому, что публикуется, по официальным сообщениям нашего генерального штаба, надбиты были атаки и в Черниговской области, и в Киевской области. Сейчас идет отбитие атаки вертолётных. В первой половине дня об обстреле со стороны Беларуси сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. С территории Республики Беларусь выпущены четыре баллистические ракеты в южно-западном направлении. Так развивалась ситуация на протяжении дня. Приграничная застава Синькова, больше известная белорусам как «Три сестры», огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», минимум четыре танка Т-25В, тягачи МТЛБ и грузовики «Урал» входят на территорию Украины со стороны Беларуси. Гомельская область, город Мозырь, девять вертолётов Ми летят в направлении украинской границы. Гомельский регион, трасса Брагин-Хойники перекрыли под взлёт вертолётов. Снова же Брагинский район, колонна военной техники движется в сторону Припяти. И непосредственно город Гомель, 50 автомобилей, в том числе медицинской помощи, у всех российские номера. А это центральный городской вокзал. На фото российские солдаты. Если речь идёт о наземной операции, то действительно белорусская территория будет задействована. И действительно, тогда в Гомельской области появится большая часть военных. Это будет зона боевых действий, это будет прифронтовая зона. Хоть Лукашенко и говорит, что белорусская армия в боевых действиях не участвует, мы решили спросить у наших зрителей, призывают ли их к мобилизации. 5% ответили утвердительно, более 70% что нет, и остальные про это что-то слышали. А вот что нам написали в комментариях. Среди моего окружения только мальчика 18 лет вызывали в военкомат. Он сирота. Ему дали отсрочку, ну вот вызвали. В Гомеле мобилизация медиков, переоборудование, карет помощи и списки медиков. У знакомый муж работает там, у другой знакомый – зять военный. В 5 утра вызвали. Белорусы занимают очереди в обменные пункты и эвакуируются с приграничных деревень Гомельской области. В Лельчицах скупают бензин на заправочных станциях, сообщают наши источники. Нужно сохранять спокойствие. Лучше, конечно, его сохранять, когда у тебя упакован тревожный чемодан, когда ты знаешь, где твои документы. Они должны быть в водонепроницаемом пакете, должны быть там наличные деньги, должны там быть необходимые лекарства на тот случай, если в первое время, когда вы можете быть за пределами возможностей, их достать. И мой совет – делать так, чтобы ваша информационная гигиена была в порядке. От самого утра команда «Байсол» работает в усиленном режиме. Столько заявок на эвакуацию. Теперь не только с Беларуси, но и с Украины. Мы стараемся сосредоточиться только на беларусах, потому как есть другие структуры, которые помогают украинцам. Не берем на себя ответственности спасти всех, но если есть возможности, если есть такая необходимость, то, конечно, стараемся помочь тем людям, которым можем помочь. Как стало известно к этому времени, Музырская городская больница принимает раненых вооруженных сил России. Надежда Бельская, Белсад.